Слушайте, ну уже даже видно, что по-другому все смотрится. Слепло стало, потому что окна поменяют, деревянные. К ремонту фойе и концертного зала бригада рабочих приступила в начале марта. Они уже демонтировали все конструкции в холле и концертном зале. Вместо старых деревянных рам установили пластиковые окна, а также заменили порядка третьей отопительной системы. Как признаются рабочие, сложности есть из-за особенностей планировки. На этом объекте мы работаем очень тесно с представителями авторского надзора, с представителями технадзора, потому что многие вещи, которые в проекте есть, они нуждаются в доработке, поскольку проектировщики ведь никогда при проектировании не занимались демонтажом конструкции, и они не видели, ну допустим, что, например, находится за потолками. Или вот мы, например, начали разборку облицовочных покрытий и служебные лестницы, она разбирается до основания, уже третий слой снимаем, никто же не знал, что под ним. То есть вот эти вопросы, они будут решаться. Объект сам по себе технически сложный, поскольку, ну, 9 метров высота, то есть это понятно, что он, ну, мы знали, что он будет такой. Центр культуры был построен в середине прошлого века, а вот капитальный ремонт не проводился с 97-го года. Специалисты полностью переоборудуют зрительный зал и фойе, поменяют полы, а также изменят цветовую гамму. Родина станет светлее и современней. Уже на протяжении 25 лет не было ремонта в этом здании. Мы все знаем, что Центр культуры – это, в принципе, центр нашего города, сосредоточие главных праздников, торжеств, куда приходят отдыхать с семьями, праздновать праздники. И, конечно, мы очень рады этому ремонту, который пришел в наше учреждение. Сейчас в Центре культуры занимается 19 творческих коллективов. По словам педагогов, после ремонта они планируют открыть новые направления, ведь преобразятся не только помещения здания, но и обновиться оборудование. Сегодня, благодаря поддержке губернатора Кубани Викторовича Кондратьева, законодательного собрания, Министерства культуры, ну и по поручению мэра города-курорта Васильевича Швец, мы сегодня, наконец-то, пришли к реконструкции внутреннего содержания Центра культуры Родины. Наша задача, конечно же, максимально приблизиться к современным стандартам. Это будет совсем новое и звукоотражающее оборудование, и новое оборудование, которое позволит компилировать нам и свет, и звук, то есть сделать мероприятие нового формата. Соответственно, у нас появляется еще одно помещение для проведения мероприятий, как и городских, так и краевого уровня, и, надеемся, федерального. Финансирование проекта – порядка 10 миллионов рублей из краевого и муниципального бюджетов. Вскоре ДК изменится не только внутри, но и снаружи. По поручению мэра Анапы сейчас специалисты готовят проектно-сметную документацию для ремонта фасада Родины.